Друзья, всем привет-привет! Меня зовут Елена и вы на канале Мой Сад Моя Гордость. Сегодня хотела с вами поговорить и показать вот такой вот красивый цветок, название которому Рэмурус. Рэмурус, он такой вот просто страшный медонос. Его любят очень пчелки, божьи коровки, ну и все те, кто опыляет. Хочу сказать, что если посадить такой Рэмурус у себя в саду, вы всегда будете с плодами, с яблочками, с ягодками. В общем, это очень хороший медонос. Также хочу вам сказать, что также его любят не только пчелы, а вот, например, как майские жуки. Это очень вредит нашему Рэмурусу. Посмотрите, вот он уже сидит у нас. Вот, Катенька, она, забери его. Посади его потом в баночку. Так, вот, хочу сказать, что также он не любит застоя влаги. То есть, если его часто поливать, то есть, и земля будет достаточно сырая, Рэмурус не любит. Вот, сажать нужно Рэмурус на возвышенностях. То есть, как правильно сажать Рэмурус, сажать нужно на возвышенностях. Рэмурус, он, в принципе, такой достаточно зимостойкий, хочу сказать. Но, как я читала, то есть, он выдерживает якобы, да, минус 20, но хочу сказать, что вот эту зиму, он у меня уже, получается, две зимы перезимовал, перезимовал. А у нас, я живу в Сибири, морозы были до 40 и 45. Хочу сказать, что он выдержал прекрасно. Вот, Рэмурус, Рэмурус нужно обязательно подкармливать. Лучше всего, конечно, это делать весной. Весной, значит, я добавляю азотов фоска, значит, это азот, фосфор и калий. То есть, я добавляю минеральные удобрения, прямо чуть-чуть, чуть-чуть, вот так вот, в земельку подрыхлила. Делаю это один раз, то есть, вот, азотными удобрениями. Вот, что я еще делаю? Также, что он еще у нас любит? Любит, конечно, он у нас еще и... Я добавляю перегной. Перегной тоже добавляю с осени. Либо можно немножко добавить с весны и немножко, как замультировать. Вот это он любит. Цветок этот достигает, он может достигнуть от метра до двух с половиной метров. То есть, он может просто быть огромный, я вам хочу сказать. И сама вот это вот, сам цветонос может достигать от 50 до метра. То есть, вот такой вот может быть огромный. Но это, конечно, все с годами будет. То есть, вот этому моему эремурусу всего, получается, пошел только третий год. Нарастает он очень тяжело. Хочу сказать, вот я говорю, мне дали буквально маленький-маленький корешок. И нынче вот он дал у меня цветонос. Мне просто сказочно повезло, хочу сказать. Вот, делить эремурус лучше, конечно, лет через 5-6. То есть, чтобы у него наросла вот эта вот корневая масса, вегетативная масса и корневая. Только тогда можно делить эремурус. Вот. Что еще хотела вам рассказать про него. То есть, эремурус выращивается двумя способами. Из семян, как и семян, и также делением куста. Больше никак он не размножается. Если вы купили семена эремурса, то цветение у вас, то есть, вот такой вот цветочек, получится только лет через 5-6. Не раньше, хочу сказать. Он очень медленно растет. Вот. Лучше всего, конечно, сажать корешками. Корешками. И тогда вы, конечно, вот я вот увидела, буквально, получается, на третий год я увидела только вот этот цветоносик. На будущий год, конечно, я увижу побольше цветоносиков. Если я его, конечно, еще сохраню, но я думаю, что сохраню, раз он эту зиму перезимовал и прошлую, значит, и, в принципе, он такой достаточно неприхотливый, хочу вам сказать. Вот. Цветение эремуруса достигает от 10 до 40 дней, в зависимости от погодных условий. Если будут лить проливные дожди, то, конечно, меньше. То есть, вообще, он такой вот, не любит вот этих дождей. Если в дождей нет, то он очень долго цветет и будет радовать глаз. Вот такой вот красавец. Хочу сказать, что он очень изящный, просто очень изящный. Посмотрите, какая прелесть. Вообще, я просто в восторге от такого цветка и довольна, что я его приобрела. Спасибо, конечно, Наташе, которая мне его, не помню, мы то ли обменялись на что-то. Но вообще, он достаточно редкий экземпляр. Цветовая гамма эремурса бывает разной. Бывает белая, бывает розовая, бывает грязно-красные оттенки. То есть, их очень много. Если вы, конечно, посадите вот всякие разные композиции, но я вам хочу сказать, что это будет просто великолепное пятно, вот такое яркое, очень красиво, будет радовать глаз вас. И вы, хочу сказать, что не пожалеете. Сажайте вот этот эремурус. Я вам просто рекомендую. Вы будете всегда с плодами, с яблочками и с ягодками. В общем, он вот такой вот у меня красивый. В общем, хочу сказать, если я что-то там не так сказала, или что-то там не дорассказала, задавайте вопросы. Вот, пишите мне комментарии, я всегда отвечу. И хочу пожелать всем яркого солнечного лета, хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал, друзья мои. Ставьте мне лайки, нажимайте на колокольчик. Мне будет очень приятно с вами общаться. И поверьте мне, вот такую красоту, я думаю, что стоит, стоит посадить. Я просто вам рекомендую. Вот, и, друзья мои, до новых встреч. До новых встреч. Пока-пока. Вот такая вот прелесть. Посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok